И Матвей Тичинкин сейчас будут сражаться на этом рубеже. 179 берет Полина Парфененко. Это мы узнаем прямо в ближайшее время. И Полина Парфененко. Метр восемьдесят четыре она поставила для того, чтобы прыгнуть. Нет, с первой попытки не справляется. И бросила на этот раз поддержки. Вчера она не особо хотела, чтобы ей хлопали и поддерживали тем самым зрителей. Но сейчас зрители уже сами не могут удержаться и поддерживают. Которая неплохо прыгает в высоту. И удается ей с помощью зрителей. Поддержки зрителей преодолеть метр восемь. Вот она, собственные персоны. Вот так вот пока что не с первого захода она делает прыжки. Полукруг. Разбега проверила. Разбег свой проверила. Но просит поддержки зрителей. Конечно, такая высота стоит для нее. Для нее рекордная высота. Тем более для соревнований, для наших. Тоже новый сейчас уровень установлен. Но вот первая попытка. Но неплохо. Неплохо залезть. Залезла, посмотрела такая, почувствовала. Что же это такое вообще. Ну и вот уже разрешили разминку для тех, кто будет выступать сегодня в основной части соревнований. И в скором времени мы обязательно к ним. 4 часа 40 минут, по-моему, начинается основная часть. Если не будет, если все успеют размяться, то именно к этому времени мы увидим тех наших лучших прыгунов в высоту, кто сегодня будет соревноваться на Кубке Москвы по прыжкам в высоту под музыку. Вот Полина Парфененко уже идет для того, чтобы прыгнуть. Метр восемьдесят восемь, по крайней мере, постараться со второй попытки. Она уже молодец. Вчера она установила рекорд соревнований, прыгнув на метр восемьдесят пять. Тем самым на шесть сантиметров улучшила результат предыдущей, который был поставлен на рекорд соревнований. И теперь восемьдесят восемь, метр восемьдесят восемь и вторая попытка. Она просит не хлопать, не хлопать ей и... Трибуны ее слушаются покорно. Можно музыку потише, Полина просит защищать? А, музыку погромче. Пока мы решили, что погромче, а что потише, в общем, музыку погромче, трибу нам потише. Вот такие вот у нас девушки в секторе. Ах, ну... Вы знаете, очень-очень неплохо, Полина. Видно, что готова взять метр восемьдесят восемь. Просто вот нужно, не знаю, немного вот собраться или какие-то свои нюансы у тренера спросить. Вот как раз-таки мы и видим ее тренера, которая подготовила Полину к таким высоким результатам. Внимание участникам соревнований Кубок Москвы по прыжкам на сосуд среди взрослых. Разрешена разминка. Все уже внимательно смотрят, кто же сейчас будет разминаться. Ну, а мы огласим в эфире весь список сегодняшних ребят, которые выйдут в 4 часа 40 минут для того, чтобы разыграть между собой основной приз Кубок Москвы по прыжкам в высоту. А сейчас у нас третья попытка. Полина Парфененко. Кемеровская область. Город Анжела-Суджинск. Мастер спорта России по многоборью, но неплохо проявляет себя и в прыжках в высоту. Я бы даже сказала, не то что неплохо, а великолепно. Ну что же, третья попытка. Ох, как была близка. Полина, ну мы поздравляем за то, что она пыталась, она сделала все возможное для того, чтобы и во второй день установить новый рекорд соревнований. Но, естественно, она будет абсолютно чем... Представительница Кемеровской области Полина Парфененко. По итогам двух дней соревнований обладательницей Кубка Москвы по прыжкам в высоту становится Полина Парфененко. Аплодисменты чемпионки и призерам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...